Итак, добрый вечер всем, кто присоединился сегодня к нам, тем, кто будет следить за этой битвой синих и красных. Значит, что у нас сегодня будет происходить? Команда красных сегодня будет сражаться. Во главе этой команды второй Q, игрок, который только полтора года назад, благодаря своему сыну, научился играть в Сёге, Алексей Подрез. Похлопнули Алексею. Удачи, Алексей. Спасибо, добрый вечер. И команда Синик будет представлена игроком, который в сентябре будет 10 лет, как знаком с этой игрой. Первый Q, Кирилл Жуковский. Кирилл, поздравим тебя. Добрый вечер, да. Значит, что мы сегодня делаем? Капитаны команд будут играть, вы можете подключаться к одному из них, выбрать себе команду и подсказывать какие-то ходы. Не перебивать, не перебивать капитанов, но решение принимает именно капитан. Вы можете... Подожди, Тимур, я закончу. Вы можете подсказывать, можете ругать его, если что-то он потом и так сделал. Но вы понимаете, что вы выбрали команду и конечный итог тоже вам должен быть приятен. Вы должны болеть за то, чтобы выиграть. И у нас будут помогать, у ребят будет возможность воспользоваться помощью клуба. Сегодня клуб Генкамурия представляет два топ-игрока. В красной команде будет помогать третий дан счастленок Петр. Здравствуй, Петя. Здравствуйте. Петя очень неуверенно сказал. У тебя помощи так не дождутся, чисто. И... Здесь одна не понадобится просто. Смотрите, и синим будет помогать четвертый дан из Варшавы. Влад Закиржевский. Привет, Влад. Всем привет. Привет, Влад. Тебя прекрасно слышно, даже чуть-чуть больше, наверное. Даже чуть лучше, чем прекрасно, да? Да, да, да. Бархатный голос. Итак, значит, здесь на главном у нас сейчас... Значит, смотрите, есть только пять подсказок. Сам момент по обращению. И это только один ход. Влад, Петя нельзя называть всю комбинацию. Вы должны называть только один ход. Серебро, если не расслышали, можете повторить. Но нельзя называть всю комбинацию. Только один ход. А вот когда им воспользуются? В дебюте, в митишпиле, либо в митишпиле? Это решает команда. Но окончательное решение, повторюсь, будет именно за нашими игроками. Капитанами команды. Ну что же, партия уже загружена. Алексей, красная команда, переходит в чат номер два. Успехов вам. Анигайшимас, начинаем. Анигайшимас. Ну что же, мы сейчас будем наблюдать за тем, что здесь будет происходить. Немножко, конечно, вы видите, что немножко времени у Кирилла останется меньше. Но это для того, чтобы было вступить на речь. Но у Кирилла первый больший разряд. Ну и, конечно, минута в боеме это то, о чем можно... Тот момент, на который можно рассчитывать то, что партия может получиться хорошей. Я буду переключаться между каналами и слушать различные комментарии, кто что будет предлагать. Надеюсь, комментарии будут интересны. Ну и сам постараюсь что-нибудь комментировать. Итак, Кирилл походил первый. И сейчас послушаем, что обсуждает команда в красных. Подвинуть ладьей. Тимур, как ты думаешь, что лучше сделать? Я думаю, что лучше будет попробовать атаковать ладьей. Потому что если ты откроешь слона, и потом ты побьешь, ты потеряешь один ход. Думаешь, все-таки... Давай так, какую мы будем играть партию? Смещенную ладью или нет? Ну, давай сделаем как ты думаешь. Я рекомендовал. Послушаемся твоего совета. Спасибо. Я постараюсь быть беспристрастным, но это будет интересно. Так, пошел к другой команде. Здесь, смотри, пока обсуждений нету. Мы уже все обсудили. Так не наш же ход. Мы с Лешей договорились, мы играем проверенные схемы. Но вы тут не только с Лешей, вы тут все могут предлагать варианты? Ну, да. Просто зашел тишина, я думаю, что-то... Типа, давайте будем молчать. Так я же говорю, ход не наш. Ну, все равно. А как вы думаете, во время хода противника думать не надо? Предполагать. Ну, еще не тот этап игры. Не, ну, на слона мы, наверное, ответим просто дальше пешкой, потому что вы думаете... Не-не-не, какую пешку? Сейчас стандартный ход проверочный серебро 4... Стандартный ход по теории, как Сергей учил. Ой, Сергей, Андрей. 4-8 там. Стандартная статика будет в любом случае. Не статика, да. 4-8. Кажется, можно и золото поднимать. Или что там, или пешку отходил. Золото на рано, и пешку отладил тоже, потому что мы играем кусяковики. А, там конь может прыгнуть, да. Пешку, наверное, стоит придержать. Пешку стоит придержать. А вот золото, да, золото рано. Ну, пока пешка отладили, слон не двигается, поэтому стоит. Он сделал так. Тон. Слоном пока лучше не меняться, иди в защиту. Согласен. Я пытаюсь поднять серебро вверх. Для этого поставил золото, чтобы серебро могло безопасно подняться. Ага. А, вот он пришел. О, пришел. Сергей, вопрос. Я должен подсказать только один возможность, самый лучший ход? Или я могу, например, сказать, пойти копьем на 9-8 с намеком, что надо сделать анабуло? Нет, Влад, смотри. Во-первых, ты можешь говорить только, когда тебя об этом попросят. У них есть пять попыток. Пять раз они могут тебя попросят. То есть ты сказать, что вот сейчас так не ходите, не можешь. Только если они к тебе обратятся. Они могут вообще сыграть, в итоге к тебе не обратиться и с успехом проиграть партию. Например, я буду сидеть. Да, 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 да. То есть твоя задача, тебе говорят, Влад, сейчас твой выход, мы не знаем, что делать. Ты можешь, то есть ты не можешь говорить, у вас вообще размышления классные или плохие. Ты просто говоришь, как бы ты сейчас походил. Просто пешка там 2-5, например. Или королем. Или может ты мат будешь ставить сразу. А дальше они сами догадывают. Если они не догадались, что ты имел, то скорее всего придется брать второй ход подряд. Типа, а что он хотел вообще? Ну ты же, Влад, давай спросим. Ну вот так вот, без комбинаций. Без поднять копье, чтобы потом перевести ладьбу. Так нельзя говорить. Только называешь ход. Фигура, поле. Вот, а если я скажу там второй или третий ход в комбинации? Он сейчас в данный момент невозможен, но из логики... Нет, нет, нельзя, нельзя. Только один ход называешь. Чтобы команда думала дальше. Спасибо. Да, спасибо тебе. Так, ну, Таляш, ты у нас. Ну, второй стандартный ход. Ход короля ведет. Уже? Не рано? Ну, как Андрей рассказывал, я так и делаю. А, ничего себе, ты прям так помнишь. Это было уже столько лет, больше года назад. Это последний ход, который я помню. А, ну я понял себя. Королем, королем. Не, ну какие у нас другие варианты? Толкнуть пешку от ладьи. Ну, я считаю преждевременным. Ну, у нас еще остается перспектива прыжок. Ну да, я всегда стараюсь оставлять этот ход. Ну. Когда мы играем. Золото поднимать еще тоже рановато. Не, золото надо на пешку, на толчок ладьи. Или что-то было бы. Да, да, да. Я обычно играю так. Короля прилагаешь на сколько это? 4,8 получается? Или, например, 4 веранта. Какой? На 4,8 у нас стоит серебро на сколько это? 6,8. А, ты просто с другой стороны, что ли? 6,8. Ну да. Там, блин, тоже для короля может рано. Есть вариант столкнуть пешку около ладьи. Конян начинать развивать. А нет, плохо. На пешку от ладьи забирает слон, поднимает серебро и выставляет слон. Рано, рано, да. Не, не, не. Чего? Потом ты серебром просто перекрываешься на 3,7 и как бы ладья держит серебро, а... Да, да, но тогда мы не сыграем с тобой, как говорили в чистом виде, с выходом на кости кофе гин. Ну, тогда да. Так что говорю же, король. Ну да, наверное. Слышь. Здесь тишина у нас? Там такие... Да, мы только что обсуждали, что будет значить ход соперника дальше. И сейчас Тимур ушел, ушел. Там такие жаркие просто обсуждения. Я заходил сюда. Тимур, без тебя здесь тяжело. Не, но мы обсуждали о том, что здесь много есть способов, и сейчас будет развивать дальше атаку. Подожди, сыночек. Соответственно, можно атаковать слоном, можно дальше двигать пешку ладейную, можно делать защитные ходы. По сути своей, король, который идет вправо, говорит о том, что у нас атака все-таки будет идти статичные ладьи слева. Первое, это первое. Второе, о том, что это более защитный ход для того, чтобы перекрыть эту пешку. Потому что там есть варианты, чтобы можно было туда потом ударить в это поле. Сейчас туда ударить нельзя. Сейчас, сыночек. У нас есть варианты. Мы можем, а, двигать пешку от ладьи. Первый вариант. У нас есть вариант, мы можем тоже увезти короля, потому что есть пословица, как помнишь, говорили на занятии. Если соперник двигает короля, тебе надо двигать короля. То есть, соответственно, синхронно можно повезти короля влево. Можно поднять серебро возле золота справа, с тем, чтобы потом золото стало на свое место вверху крепости. И, по сути, строить ягуру. Или что-то ягуроподобное глобально. Ну, планируете ягуру или ганги, например? Да, сыночек. Я просто сказал примерно варианты, которые могут быть. Я хотел только спросить, почему не смущенная ладья? Вы же в ней, как рыба в воде, плаваете. Тут неожиданно решили. Я в последнее время очень много играю всего разного. Я играю и шикенбишу, и смещенную, и не смещенную. Я, ну, на самом деле, сейчас переш... Пробуйте разное, я понял. Да, это как было в Одессе когда-то, когда у меня там поменялось мировоззрение. Я понял, что прежнее, что я играл, уже я не могу играть. У меня уже уровень выше. Но я еще не понял, что мое. Вот сейчас примерно у меня такой же скачок идет вперед. Я тоже понимаю, как играть и смещенную, и не смещенную. И достаточно комфортно себя чувствую там и там. Я просто играю сейчас от соперника. Папочка, можешь? Да, конечно, теперь говорю. Если мы знаем, что он будет нападать статикой, тогда попробуй пойти серебром на 2-4. Потом отведи слона на 3-1, поведи серебро на 3-3 и слона на 2-4. Тогда у тебя будет такая защита, которую не пробьешь. Да, ты знаешь, что я хочу его больше напрягать. Он повел туда королю, идти ближе к королю. Идти ближе к королю? Да, конечно. Ему сложно будет не реагировать сейчас на выпады. Мы можем поменять владельную пешку. Да, я сейчас буду советовать. Так, секунду. Если он побьет пешку, тогда бери слоном золото. Потом бери ладьей. Я так обычно делаю. Секундочку, если он убьет, что делать? Слоном золото? Подожди, я понимаю, каким слоном что брать? Твоим слоном брать слона. Разменивать, если он побьет. Смотри, в чем беда. У нас есть, хотя она не сильно, наверное. Смотри, мы не успели достроиться для поднятия слона. Зачем нам поднимать слона, если у него слон не закрыт? Ну, смотри, он сейчас собьет пешку. Ну, и ставь пешку обратно. А, ну и предлагаешь потом? А при взятии на третий, что будем делать? Ну, и на здоровье. У нас же король держится золото в случае выбивания слона. Не, это да. А то, что убрать пешку, ну это ж потеря темпа. Не знаю, я играл так. С тобой, кстати, даже играл, мы отлично играли с тобой. Я не помню. Так. Это просто шумы, или кто-то хочет что-то сказать, я вижу. Ну, пешку предлагаешь просто? Ну, слон, да, плохо. Стоит отметить, что здесь может быть разыгран следующий вариант. Черные сейчас могут разменять слонов. И затем выставить слона на поле 7.5. Наверное, я не смогу показать, или смогу. Наверное, мне не будет это видно, я так понимаю. Надеюсь. Разменять слонов. Потом серебряная слона и слона на 7.5 можно было выставить. Была бы вилка на ладью и на превращение. Ладья забирает коня. А может быть нет, может быть здесь этот вариант не пройдет. Так, ну что, вернемся к командам. Что они там у нас обсуждают. Это будет не очень хорошо, то бишь у нас заберут потом обороты. Надо отходить. Вопрос куда? Если отойти вниз сюда, это плохо. Сюда... Так, дай подумаем. Да. На этом можете взять помощь? Возможно, но у нас с помощью всего лишь 5. А партия большая, поэтому тут надо... Думать. Думать с... Да. Только палку с думанием, когда использовать это. Может, ты можешь так... В нужные моменты использовать не будешь, думаешь, что это не сильно нужный момент. Поэтому... Жалко, что у вас мама еще не научилась играть. Так вы все семьей бы тут навалились. Я только пойду в защиту так, чтобы к нам никуда не прилетел потом слон. Я вспомнил, как вы играли на семейном туре, когда все были в желтом. И мама, и команда. Я думаю, что вы все сидите в красном сидите. Мы разменяли ладейную пешку. Это всегда хорошо. Сейчас может серебро выпрыгивать и вверх. И у нас пешка есть в руках. Поэтому здесь... Что я не знаю. Так, кто-то еще пришел к нам. Альф, кайди. Я не знаю. Здесь посмотрим. Надо Леша найти, куда он пропал. Ребята, гости. Напоминаю, что есть еще чат 2, где играет команда красных. Там, если вам не принципиально за кого переживать, можно помочь и пообщаться там. Потому что там, по сути, один игрок плюс его восьмилетний сын. Поэтому можно попробовать и там тоже помочь. Алло, меня слышно? Да. Кинь меня, пожалуйста, обратно. Я что-то тут вылетел. Ну, Кириллу в чат. Так ты у меня в чате. Так ты... А, да? Я же в... Что-то я вас тут не слышу. Нифига. Ну, не слышал. Нет. Когда Алло говорил, себя было слышно. А, да. Ну, я вас вообще не слышал просто. А-а. Ну, хотя можно. Это подпустил. Ну, это я обращался к Альтаир. Потому что только что человек подошел, может быть, непринципиально где сидеть. Я не знаю, кто сюда. Так, что я пропустил? А что-то ты решил пешку эту двинуть. Ну, потому что что-то предлагал после отхода ладей. Пешка 4-6. Ну... Ну, уже поздняк метаться. Не, нормально. Мы сейчас... Нам надо заставить разменять слона. Успокойся. Не надо никого ничего заставлять. Если не захочет менять, просто будем гнуть свою линию. И все. Не выгодно. Так. Если консервативно. Мы бьем его. Он бьет нас. Куда может быть вилка направлена, если он собьет слона? Он может куда ее поставить? Может поставить, условно говоря. Ты разменял? Да. Он побил. Ну, логично, что он побил. Мы продвинули серебро выше. Ну и правильный ход. По теории. Отпалкать спешку от ладей? Нет. Какую? Серебро 7. Серебро 7 разве, нет? А что грозит? Ну, не знаю. Сейчас не дадут пешку от ладьи, то просто потом не дадут разменять. И все. Ну, поэтому сейчас надо разменивать, наверное. Нет, если сейчас размениваешь, ну, пешка бьет пешкой, бьешь ладьей, он ставит свою пешку, игнорировать нельзя. Бьешь пешкой, он бьет ладьей и ставится это самое. Просто откатишься, потом ладьей... Не, не, куда? Он забирает серебро. Он забирает серебро, забирает серебро. Он забирает серебро золотом, он превращает ладью золотом, и с нашей стенкой серебро золото, до свидания. Вот-вот. Вот, чтобы будет сразу, да, задаваться. Нет, тогда да, тогда все правильно, поднимаете серебро. Да, я тоже, я забыл про это. Я считал этого слона, но я забыл, что он может выставить пешку просто раньше, и мы поиграем за счет этого. Есть ощущение, что ребята что-то перемудрили. Если бы пешка на 2-4, толкнули, забрали пешку. Забирает ладья, пешка на 8-6. Пешка забирает, забирает ладья. То сейчас же ход был бы чердах, и просто пешка в лоб ладья выставилась. Никакой слон на 3-3 не создавал бы вилку на ладью и на серебро на 8-8. Немножко Алексей сбил свою команду. Ну что ж, вернемся к команде синих, послушаем, что у них за рассуждение дальше. На 3-3. Вначале мы забираем пешку, он вставляет пешку по 8-й линии, мы ее забираем. Он забирает ладьей. Сейчас, подожди, пешка по 8-й. Ну. Нет, там какой-то был ход. Нормально. Сейчас, наверное, просто надо только пешку потирать и спокойно, и поднимать переброску. Пора уже. Короче, наш выбор это богин. Богин? Богин не можем. Не богин, а богин. А, богин. Нет, да ну золотом играть, я не играл. Наверное, один раз только играл за все время. Каким золотом? Ну, богин, чтобы играть золотом. Богин, это вообще-то серебро. Нет, а золотом как он играет? Бакин называется. А, бакин. Так в богин мы не уйдем уже. Серебро стоит. Почему не уйдем? Очень даже уйдем. Пешку по 3-й предлагаешь столкнуть? Естественно. Смененной пешкой на руке. Да, коня выводить не очень уже перспективно. Да, наверное. Там слон. Слон нам грозит. Слон нам ничем не грозит, по-моему. Да, слона просто слона можно даже воткнуть. Ну что ж, сейчас послушаем рассуждение команды красных. После пешки он отправит серебро вперед, потом коня. И потом начнет давить мне на поле, на голову, голову серебра. Соответственно. Слона, подожди, можно я скажу тебе, что я считал? Я посчитал нужным поставить слона на 4-6. Это на той же диагонали, где ты поднял серебро, чтобы оно нападало на ладью. Ну и что, он закроется быстро. Он сейчас пойдет с темпом, поставит коня, потом уберет вниз ладью и потом продвинет коня. То есть он так и хочет, мы ничего не сделаем. Тут острее можно с ним. Сейчас будет развиваться крепостная структура, и после этого мы сможем сыграть острее. Но, смотри, какая у него задумка. Задумка следующая. Он сейчас поднимет серебро с позиции с 4-4, 4-2, наверное, да? 4-8. 4-8. Не возле которого короля, а которое серебро возле ладьи. Он это серебро поднимет вверх, потом разбьет коня, потом опустит. А серебро, внизу которого стоит золото, но не рядом с королем. Ты про это? Да, 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 да. Это слева серебро, которое. Он это серебро поднимет вверх. Да, стоит. Хоть две пешки, да? Может пойти на поля, где стоят две передние пешки. Да, да, да. Или серебро. Потом он разобьет сюда коня, потом опустит ладью и поднимет золото. И вот такая позиция. Это ходов всем. Соответственно, нам надо в свою очередь поднять пешку, поднять серебро. Вот сейчас у меня пешка возле короля. Надо поднять эту пешку, поднять серебро, вывести серебро на одну позицию вверх-лево, развить коня и начинать набрасывать пешки и развивать коня, начинать бомбардировать его. То есть тут смысл развиться впереди, пока он не развился, и уйти. Я имею в виду, это серебро. Да, 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 понятно. Я тоже имел в виду. Тут все понятно, что он делает. Тут нет смысла терять темп. Папа, ты можешь защитно-атакующие ходы, это будет лучше всего. Если ты будешь пытаться... У меня сейчас такие ходы будут. Я вперед поставлю серебро на клеточку влево, и тем самым я его серебро... Он не сможет двигать этим серебром. Переключаемся в команду красных. Вот и я так думаю, что есть смысл просто поднять в начале золото и уже потом толкать это серебро. И я бы сейчас столкнул лично пешку по... Точнее, команду синих, прошу прощения. Что у нас вот? Какая идея. Ты все равно быстрее. Блин, золото, конечно, подвесает. А еще мне не нравится, как король у нас стоит. Король стоит вообще отлично, там, где должен стоять. Король стоит хорошо. Ну, смотри. Король стоит хорошо, он не попадает ни под связки, здесь ни под что. Нет, сейчас выводить короля, не, это плохо. Вот, ну, когда король соперника уже туда дойдет, в бою такую же. Я говорю, я бы еще сейчас рассмотрел вариант пешка по первой. Ну, это очень сильный. Вообще, абсолютно. Мне кажется, надо либо пешку по третьей толкать, либо уже золото поднимать. Ну, это я толкаoть, я пешку по первой. Ну, просто золото поднимать, это ты ему инициативу просто даешь. Ну, во-первых, процентов 70 я думаю, что он тоже ответит пешка по первой. А второе, какую ему ты инициативу даешь? Ну, хорошо, ну, походим, пешку по первой, а потом снова ход думать. Нет, пешка по первой очень медленно, нет. Я бы играл либо третью, либо поднять золото выбирал. Пешка сбил. Сейчас надо посмотреть, что по третью у нас. Пешка, если не брать совсем, наверное, печально. Берет, поднимаем серебро, выставляет пешку, толкаемся, забирает, 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 забирает. Мне не нравится, надо золото поднять. А еще ты забыл маленький нюанс, что если у нас уходит серебро, то у нас как бы ладья немножко не защищает. Да, поэтому, я думаю, надо поднять сначала золото. Вопрос опять же, как хау? Вопрос куда? Я думаю, наверное, 5-5. Мы не играем коня, нет смысла его сейчас там защищать. Около короля он будет надежный. Ну, вообще, три варианта как бы. Не, наверное, золото 5-5. И потом играет все остальное. Там просто, когда начинаются размены, мне не очень нравится, что ладья, она начинает со слоном куда-то, возможно, и в лед. А там, да, там еще приходы для развития, то есть пешка по, ой, конь, прыжок конем. Будет крайне долго еще. А у тебя что, новый аккаунт? Нет, старый. Это он просто, видимо, я давно не заходил, он его обнулил. Ага. Потому что я тоже такой зашел. Какой-то, что-то, что-то как-то. А он стирает через какое-то время, если ты не заходишь, там, через несколько месяцев. Вот. Ну, это странно, конечно, потому что ты мог набить какой-то шестой дан, такой, и потом приходишь, у тебя слова ничего нет. Ну, вообще, я наносил один тот же, не играл до этого два года, а до этого еще два года у меня аккаунт сохраняется. Поэтому не знаю, почему стешься. Ну, в смысле, с рейсингом. Мне тоже был стешься, Дим. Значит, я везунчик. Все, единица. Ладно, да. Переходим к команде красных. Поэтому с большего оно немножко не так, как я планировал. Золото должно как раз-таки пристерегать низ от сброса, потому что когда конь пойдет вперед, там туда можно будет в эту область бросить и слона, и серебро. Оно должно пристерегать. Но золото пошло в большую крепость вправо. Ну, возможно, это для нас хорошо, потому что если он собирается развивать дальше серебро, потому что он сейчас не может, по сути, куда-то двигать им. Окей, если он сейчас пойдет напролом. По третьей линии пустит пешку вниз. Я эту пешку бью, он бьет серебром, я выставляю в лоб серебро пешку, где она сейчас стоит. Он опускает пешку по второй линии, я ее бью, он бьет серебром, я бью серебром, он бьет ладьей. Соответственно, у меня оголенный фланг, и есть куда что вбрасывать. Я защищаюсь пешкой. Он отходит вверх, и мне что, надо будет выставлять серебро сюда? Такая неприятненькая ситуация. Туда можно бросать пешку и серебро. Хотя, с другой стороны, вроде и отбиваюсь от этого всего счастья. Хотя, я, возможно, не все и посчитал. Что приятно, что самый ужасный момент еще впереди, а у нас плюс 9 минут. Это очень приятно. Пап, не у тебя, а у противника 9 минут. Ну, правильно. Тимурчик, а сложи 9 плюс 9, сколько получается? 18, у тебя 8 минут. Ну, или ладно, а лучше одни минуту, а 13 плюс 9, сколько будет? Это лучше одни минуты. Вот я про эти 9 и говорю. О том, что у меня есть 9 минут, и у него есть 9 минут, но у меня еще 9 минут сверху. А у него? А у него просто 9 минут. Приходим к команде из синих. А потом, чем плоха вторая? У нас кое-нибудь все еще стоит, то есть у нас есть поле 3-7, оно как-то защищено. Не, я темп просто считаю. Я считаю темпы. Что-то как-то много времени уже потратили. Да, это нормально еще. Потому что обсуждаем долго. Не, ну, это на самом деле действительно ключевые моменты, которые стоит хорошо посчитать, вспомнить, если не помнишь. Потому что если здесь вот проигрыш, это как с серебром, поднятием серебра. Там бы просто проиграли в один ход фактически. Я ставлю пешку, где она сейчас стоит. Он толкает пешку второе. Я бью пешкой. Он бьет серебром. Я бью серебро. Он бьет ладьей. Так? Так? Я ставлю пешку в лоб. Можно я буду говорить, что я не противник, а не что нам? Делать. Да. Если ты бьешь, противник, скорее всего, он в сорока процентах уйдет в крепость, а в 60 процентах пойдет на обострение. Вернее, в 90 процентах пойдет на обострение. Давай, давай дальше. Если он пошел в крепость, понятно, что делать, бить эту пешку. Ну, поэтому он не пойдет в крепость. Давай осмотреть второй вариант сразу. Вернее, если он побьет и пойдет на обострение. Он бьет. Ты бьешь серебром. Если он бьет... А, если ты бьешь эту пешку. Потом он не уходит в крепость, а бьет серебром. Ты вставляешь пешку в лоб. Он или толкает пешку на 4-2, или пытается отойти серебром. Он будет толкать пешку на 4-2. Толкает. Потом ты бьешь эту пешку. И ладьей он бить не может. А, нет. Нет, смотри. Я запутался уже. Я сейчас чем... Ничем уже помочь не могу. Я запутался сам. Спасибо за честный пьет. Таково, Алексей, к чему здесь пришли? О чем думаете? Я думаю, ну, надо бить пешку по третьей диагонали или поднять по четвертой. Если я поднимаю по четвертой, он бьет, я бью. Он навешивает, я иду вперед. То есть здесь первый вариант. Который у меня есть в этой схеме. Второй схеме. Я смотрю, можно ли куда-то бросить слона при... Тимурчик, пожалуйста, поменьшаешь немножко. Можно ли куда-то бросить слона? Или в этой схеме... И могут ли мне бросить слона? Вот тут такие мысли. Хорошо. Спасибо. Приключайся в команде синих. Ну, толчок пешки по второй, да? В углу подкатываться уже. Ну да. Размененная там пешка вообще неинтересная. Вот, а куда откатиться? Я бы откатывалась назад. Есть шальной вариант забрать пешку по третьей. Но это учитывая, что у нас нет пешки под ладьей, мы спокойно вернемся на нижнюю линию. Ну да, тебе скорее всего в лоб пешка просто к ладьей прилетит и... Я просто смотрю, чтобы слон никуда не прилетел. А если бы золото не подняли, слон бы очень хорошо летел. Нет, так я поэтому и поднял золото. Нет, я поэтому и поднимал. Ну можно и забрать пешку, конечно. Слону там летать-то некуда. Да, да. Я предлагаю... Я предлагаю следующую комбинацию. Вот сюда. А, выше, может, мы не идем на 2.7. На 2.7? Ну там, где натканем, а чуть еще надо слышать. Что ты предлагаешь? Если мы заберем крайнюю пешку, доставляется пешка, ладья откатывается на последнюю, и мы получаем слона на 2.7 неприятного. И с ним непонятно, что делать будет. На 2.8 вообще-то слон еще хуже. Да-да-да, 2.8, 2.8. Ты имеешь в виду, в какой момент тут быстро и цена? После того, как ты заберешь пешку на 3.4? После того, как мы откатимся вниз. А, после 3.4, ну да. Поэтому надо, наверное, откатиться просто на 8 и играть с этим. Ну да, мне кажется, самый лучший ход этот катится на 8. Переходим к команде красных. Ну и что, самое слабое поле здесь у нас 3, наверное, там 8 или там 2, 4, 6, 3.7. Поэтому я двину сюда короля, который давно должен был пойти сюда и не пришел. Поэтому пока, пока. А ну все. Согласно тому просчету, который был сделан еще до того, когда пошла пешка. То есть, соответственно, эти там плюс там 10 ходов, наверное, ожидаемые были. Плюс, возможно, где-то я какой-то ход сделал, но не так сильно подумав. Но я не хочу, то есть, пока я не видел здесь какого-то принципиального вилки, где надо считать по 6 ходов на каждую комбинацию. Или там распутье какого-то. И я хочу это время оставить на потом, потому что я понимаю, что сейчас приходится обоеме, и оно может быть, ой, как сильно надо. Перещаемся к команде синих. Попрещением. Ну да. Ну так уходи к ролям. Да, нормальный вариант просто подбирать к ролям. Пока есть возможности. Ребят, я говорил про надо отыграть время. А, ну надо. Не получилось. Мы спрячем короля и будем отыгрывать на поеме. Смотри, 59 секунд. Мы отлично уложились в минуту. Так что все нормально. Ну да, следующим ходом просто заводим дальше короля. Возможно, на толчок... Что он делает? На толчок к пешке по четвертой. Толчок к пешке по четвертой. Да, толчок к пешке по четвертой. Мы поднимаем свою пешку по четвертой. После того, как он коня поднимет. И все. И в итоге и король заведен, и им и ягру поставим. Серебро надо найти, куда бы его так хорошо еще пристроили. На любой движ серебра мы выставляем слона. Или даже... Не, серебро плохо. Наверное, слон все-таки лучше вылетит. Но он не будет, наверное, пока серебро двигать. Зачем? Да, так я шкарю. То есть мы ждем движ серебра. Если он поднимает золото просто вверх, то там, понятно, серебро прилетит в серебро. Он, скорее всего, золото поднимет на 5-2. Да, королю. Как бы нет вариантов. Он идет золотом королю. Сейчас будет пешка по девятой. Или по первой. На пешку по девятой мы ответим пешкой по девятой, наверное. Я, конечно, помню, что в Ягуре особо там пешка не стоит, наверное, поднимать ее. Но как-то... Не знаю. Насколько я помню, в Ягуре пешка, ну, по крайней линии... Да. Еще раз, да? Вот и мне... Не отвечает за пешкой. Не отвечает за пешкой. Но это не точно. Нет, там есть какие-то варианты, что если вы уже глубоко играете, вроде что, это же, ну, как по пешке становится. Ну, это еще глубоко, наверное, прям играете. У нас тут пока глубоко, и что? Ну, не знаю. Ну, 41-й ход всего. Это как уговорит. Там, в принципе, партии по 68 играют. Ага, бывает по две. Ну, если пешки двоить, то можно как бы и 20 ложиться. Если можно в... Сколько раз? В десятку. Можно просто пойти с плановым в бок и сразу с первым. Надо еще потом подумать, что это так, потому что пока еще... Прекращаемся к команде красных. Если защищиться ладьей, то я ставлю сюда слона. Защищаю... Ой, я так не понял. Куда серебро? Перенимай сам. На 3-1. Я не разобрался. Ну, давай разбираться. Чего? У нас есть время. На 3-1 я ставлю серебро, так? 3-1, да. Ставишь. И что дальше? Тебя бьет золото вражеское. Ладожеское или кого? Ты не переби... Ну, поменяй как... Опять таки... Это я хожу. Ты... Если ко мне поставить на 3-1, бьет золото. Я ставлю 3-1. Там нечего убить. Золото не может бить. Тебе, твой совет нужен. Все, сын, звуки и рация. Давай, замолчали. Чем... Тебе, твой совет какой? Второй. Ну... Я бы поднял пешку, чтобы вывести коня. Ну... На самом деле, я у меня это... Я разрывался между тем, чтобы обострить сейчас или пойти то и так, о которой я изначально хотел. Спасибо тебе за совет, потому что я думал над этим ходом. Я не был один из ведущих. О том, чтобы поднять коня и дальше развить пешку, серебро и начать там, что, то есть... Это уже вторая подсказка была, да? Да. А первый, интересно, какой был ход? Тоже базы, базисные, разменять слонов. Петь, там у меня Влад просто уточнял. Смотри, не подсказываешь комбинацию, просто ход только называешь. Именно так. Ну, не поднять пешку, чтобы потом вывести коня. Не, ну, это естественно. Это пешка, чтобы вывести коня позже. Тут просто очень долго спорили, как доска расположена с Тимуром. Мы, да, 6 минут потратили и рассказывали. Тут просто, да. Ну, объясните Тимуру, что можно нажать сверху клавишу и поменять ориентировку, чтобы вы смотрели, чтобы Тимур... Я просто, у меня, к сожалению, она не подписана, доска. То есть нету там 1-1 или 1-2. А, это у вас нету, все, я понял. Сергей Владимирович, пожалуйста, можно я скажу? Я знаю, тут такая кнопка, я в ней запутался. Когда я менялся, я в ней запутался. Вот и все. Хорошо, Тимур, я понял. И на самом деле у меня тоже нету обозначения от 1 до 8. Я уже понял, я вспомнил. Мы просто говорим, типа там, слева от коня, справа от ладьи. То есть поэтому здесь просто обозначение, какая пешка. Потому что, то есть мы 6 минут сейчас вот это все время тратили именно на это. Я понял, я понял. Просто, ну, чтобы я потом, вот, у Бенш-Килип за парик. Короче, королем туда, там серебро поднимаешь. Вот, чтобы это было. Не, ну, да, здесь еще этот план мелькал давно, поэтому... Я просто на будущее, чтобы потом же это все запишется, чтобы там апелляцию не подавали. Окей, принимается. Всего успеха вам. Переключаемся к команде синих. 2-4. Ну и там уже веселуха понеслась. Призять-взять-взять. Блин, ну сколько там за золоткой? А хотя ладьяк летит. А даже, даже нет. Будем забирать пешку на 6-4. Просто скажем, что после сна 4-6 нам привезет какое-нибудь серебро на 6-9. На 5-5. Потому что у нас там теперь 2 золота сидит не очень. Почему не 5-5? Хочу по голосам, чтобы было понятно. Команде синим Леши, Кириллу Жуковскому, активно очень помогает Таня Милюкова, Леша Рудаков, наши белорусские игроки, и слышала Сергея Санкт-Петербурга. У Красных Алексею Подрезу активно помогает и, собственно, только с ним практически не консультируется, с Тимуром Подрезом. Это его младший сын, 2012 года рождения, который, собственно, папу и научил играть в Сёге, потому что сам пришел в секцию в 29-й гимназии, где я преподаю в Сёге, и научился играть, и, собственно, пришлось научиться играть и папе. Первый турнир Алексея сыграл на семейном турнире в декабре 2018 года, и буквально через неделю Алексей уже заявился на Кубок Минска. международный турнир, более 100, в том году было 120, по-моему, участников. Перенял там участие и после этого начал очень-очень активно выступать на различных турнирах. И, как я писал в описании, Алексей был отобран для прохождения обучения в летней школе Сёге 2019 года, которая проходила в городе Одесса. И с успехом ее прошел, у него есть подтверждающий сертификат. Так что будет интересно вам понимать, чьи голоса вы слышите. Итак, сейчас подключаюсь к команде красных, потому что сейчас их ход. Что они в этот момент будут думать, как отвечать? Хоть ничего серьезного я не вижу. Первый вариант. Он атакует... Эту пешку. Я могу поднять золото на... Под конем, тем самым защищая и коня, и пешку под серебром. Второй ход может быть какой? А, в этом случае летит серебро под конем. Ага. Тогда понятно. Я могу сместить ладью. И тогда он побить не сможет. Бить позицию там некуда. И это лучше, потому что не летит вилка. Вариант какой еще есть? Поставить серебро и напасть на... Или поставить на, соответственно, на 9. Андрей, добрый вечер. При желании можешь подключаться. Подсказывайте Алексею, потому что там за синих очень-очень огромная команда подскачивает. Поставить на 5-5 слона, либо серебро. Тем самым я защищаю пешку, но попадаю на слона. Но что мне это даст? Если я ставлю серебро сюда, он развивает... Он убирает коня, он убирает слона. И... Алексей, а в чем угроза? Угроза съесть пешку и напасть, либо на коня напасть. Это просто нападение. То есть как минимум нужно съесть пешку, потом напасть на коня. Например, его потом можно будет защитить. Я просто рассуждаю. То есть конкретная сейчас угроза просто забрать пешку. Это же ничего не смертельное. Нет, безусловно. То есть просто есть еще... Я пытаюсь подумать. У него еще на руках есть серебро. Соответственно, моя атака... Подключился в команду Алексея сейчас Андрей Лысенко. Третий дан. Неплохое усиление, скажем так. Давайте послушаем, что там было для предложения. Смотрите, какой вариант. Это пешка, которую он заберет. Возможно, ему не стоило бы ее забирать. Вы ее можете использовать в атаке. Но, предположим, он забирает слоном эту пешку. Вы видите, какой хороший защитный ход от этого? Ну, то, чтобы он не забрал коня и при этом не смог... Не смог забрать коня и при этом оттуда убрался. Ну, я вижу, отсюда выпрыгнуть конем над пешкой. Соответственно, напасть на серебро. Я говорю... А, он заберет ладью у вас, если вы будете потом прыгать конем. Не заберет. Я прыгаю конем. Вы сейчас хотите прыгать? Да. Если прям сейчас... Нет, я говорю на ход вперед. Вот он забрал у вас пешку. Как этого слона быстро убрать? Предположим, мы смотрим на ход вперед. О, переместить ладью. Нет, просто выставить слона на 5-5. На 5-5 своего. Для примера. Он вынужден будет забрать его, и ваше серебро поднялось. Андрей, это вы? Да, это я. Да-да-да, я по голосу. Я просто с этого начинал. Я понял, теперь в чем вопрос. Я говорил о том, что, то есть, первое, я могу выставить сейчас слона на 5-5, либо серебро на 5-5. Это первая группа ходов. Вторая группа ходов, то есть, ну, глобально. Вы меня не поняли, вы меня не поняли. Вы сейчас рассуждаете, как надо сейчас походить. А я говорю о том, что угрозы этой нету никакой. Взять пешки на 6-4, ну, оно не... На него не надо обращать внимание. Вы можете сделать какой-то совершенно другой ход. Совершенно другой. Может быть, какой-то интересней. А когда он возьмет пешку эту, и вам покажется страшно, вы выставите просто слона на 5-5. Окей, возможно. Понимаете, о чем я рассуждаю? То есть, я сейчас бы сконцентрировался не на конкретно вот этой угрозе. А что есть еще интересное здесь в этой позиции, что можно было бы... Окей, давайте начнем сначала. У меня была мысль на 9... Андрей, ты можешь не в обучающем формате это говорить, а подсказывать какие-то ходы, потому что... Ну, мне, например, я еще раз говорю... Команды вместе играют. Капитан... Эта пешка совершенно не страшна. Я не вижу... На 9-7 поставить серебро на ладью. На 9-6. Или на 9... На 6-9? Да, я вижу, там можно вилочку на 2 золотых поставить. То есть, раз, на ладью... Ну, да, у меня есть несколько вилок, то есть, которым я думал. То есть, первое, это поставить на ладью, второе просто на золото, второе, третье на 2 золота поставить, соответственно, которые идут. А в чем смысл на ладью поставить? Она же просто отойдет. Ну, если она... До этого можно было поставить слона. Сейчас сложнее, то есть. Наверное, мне больше всего нравится это поставить вилку на 2 золота. Да, мне тоже. Я вот к этому и склоняю. Так, переключаемся к команде синих. Ну, то есть... Ну, да. О, хорошо. Мне почему-то кажется, что это золото потом пойдет на 4-5. Это их коварный план. 4-5. А, типа слона поймать? Типа да. Так, а что, мы же все равно пешку забираем. Переключаемся к команде красных. Который по-прежнему стоит. Да, как только если слон бьет сюда, то мы спокойно можем поставить вилку сюда, правильно? Я предлагаю каким-то образом этот слон прогнать отсюда. А если сейчас... Так. Два-три варианта. Первый вариант. Это прыгнуть конем с угрозой на серебро. Ее будет сложно игнорировать. Даже если он бьет... А, ну, ладно, не бьет. Это плохо для нас. На самом деле здесь... Прыгаем конем. Он бьет тех, мы... Мы прыгаем сюда, конем бьем серебро. Если он игнорирует, правильно? Смотрите, есть ход попроще. Слон 5-5. Не даем ему прыгать и как бы грозим с... Во-первых... Я рассматриваю три варианта и четыре, которые у меня есть в голове. Я не говорю, что этот вариант мне больше всего нравится. Просто слух пытаюсь свои мысли проговаривать. Кидать сразу вилку на ладью не получается, потому что там держит пешку. Слон. Третье. Либо слона бросать сюда, либо серебро. Чем слон лучше серебра? Мне серебро больше нравится кинуть сюда, заблокировать слона. У нас нет серебра в руке. Золото. Жалко фигуру для такого. Золото для мата держи? Конечно. То есть у нас же есть там фигура уже в центре серебряный. Поэтому слона мы, скорее всего, разменяем, серебро подвинется у нас. Если он будет игнорировать, не будет брать, мы выпрыгнем конем. Сейчас это будет как раз очень актуально. Папочка. Да, сынок. Меня никто не спрашивает, поэтому я ухожу. Меня не нужен. Нет, скажи, пожалуйста, что делает соперник. Вопрос к сопернику. Ты отвечаешь за игру соперника. Ты должен сказать, что как соперник будет в следующем ходу. Переключаемся к команде синих. И потом коня. Ты же хотел коня? Не-не-не. Лучше я так... Как по мне, лучше вылетать возле серебра. Куда оно... Не, ну, вылетать, да, вопрос по слоне. Ок-не-ок. Не, ну на 6-3 куда еще? Хороший ход. Да, да, он хороший ход. Этот слон хорошо вылетает. Превращением начинает тут просто... Да его тут фиг понимаешь еще. Да, да, так он и к королю близко. То есть при размене какого-то золота на руку там вообще печаль становится. Грустно, да. Я поэтому и хочу... Стоси, да. Над конем, поэтому и хочу вылететь над конем, чтобы оставлять эту возможность. То есть в короле единственный выход, и как бы... А потом слон переключается, возможно, на как раз основной диагонали. Чисто, что он сейчас может эту пешку и толкнуть. Над конем? Да. Ну, можно ли ее проигнорировать, Влад, в чем вопрос. С другой стороны, мы тогда слоном не заберем. Ребята, у меня вопрос. Пользовались ли вы подсказками, или у вас еще все пять сохранены? У нас еще все. Нет, еще все. Хорошо, спасибо. А у них? Так, хорош. Хорош, теперь вопрос, что делать. Я не буду лежать. Сейчас подумаем. Тихо, мы думаем. Так. Сейчас. Можно ли просто попробовать выставить серебро? На... На... Куда? Под коня. Типа на 6-6? Да, да. Да. Кстати, да, вот он показывает лучший ход. Да. А почему не на какой-нибудь 7-3? Хотя Владья уйдет, наверное. Ну, я не вижу смысла держать сейчас. Так, перехожу к команде красных. Так, ребят, Тимур, твою стрелку увидели соперники, они этот ход вообще не видели, и ты им подсказал очень классно ходить. Тимур, больше так не делай, то не догадаются, хорошо? Хорошо. Соперники увидели и схватились за голову. Так что ты молодец, нашел ход. Это нормально, сыночек, пускай они напрягаются еще больше. То есть, ну, как бы, ты не добываешься. Тимур, на самом деле, никого не слушая, ходи, как тебе велит сердце. То есть, ну, как бы, ты можешь там показывать любые свои схемы. А это заберет очень много их внимания, и это будет там большой на руку. То есть, ну, потому что они не смогут анализировать все, что ты им показываешь, и что на самом деле происходит. То есть, ну, как бы, мало, а особенно опасны те ходы, которые ты не понимаешь. Типа, зачем сюда слона? Ну, зачем? Ну, что они задумали? Поэтому, сыночек... Так, перехожу к команде синих. Серебром на 6-8 он предлагает. Опуститься вниз. Да. Ну, нормально еще. Давай. Давай. Мы слушаем четвертый дам, что нам тут этим первым чушкам... Фигней какой-то мается, да. Это что, Танюшки тоже первая кюшка? Да, еще что-то вариант. И Леша первая кюшка, да. Ну да, слон там пока еще никуда не страшен. Вообще-то сейчас я бы сказал, что страшен. По пятой линии? По главной? По главной мы тогда выставляем серебро туда, куда я хотел, под коня. Не-не-не-не-не, если слон сейчас под ладью, нет? Хотя мы ее на пятую не переведем, как бы. Переведит ее на одну в бок. Переключаясь к команде красных. В смысле, вначале пешка нападает от ладьи пешка, которая в короля. Он ее забирает, потом мы вставляем слона в пятую золотую. И давим на голову короля. Понятно я говорю там? Да, понятно. Какие варианты я рассматриваю сейчас? Поставить все-таки слона на тайну. Там уже не очень перспективно этот слон сейчас. Тимур, не бой, пожалуйста. Мне кажется, сейчас интереснее все-таки, ну вот как-то закинуть. Давайте сначала слона. Давайте слона нападем на золото. Вдруг ошибется. Петь, какой твой вариант? Так, третья попытка. Третий, точнее, вопрос. Мой вариант. Угу. Петь, Тимур. Слон в пятку ловит. Ой, слон в пятку золото. Пешка, отлади. Все-таки отлади. Хорошо. Извините, пожалуйста, наушники упали. Понятно, хорошо. Хорошо, Тимур. Я не могу больше. Я сидеть больше не могу. Я не могу. Можно ставить на паузу и поприседать. Пока, окей. Ну, хорошо, пока. Переключаемся к команде синих. Серебро, наверное, даже выставлять надо. Да-да-да. Серебро на 8-7. И потом он откатывается пешку. И пешкой закрываемся, да. Да-да-да. Сыграем понадежней. Не-не-не, понадежней не надо. Понадежней мы. Ага. Так, ну слон с превращением туда вообще не страшно? Я бы сказал, что с превращением страшно. Не, ну да, он просто превратится и все. Это, ну, он потеряет темп на этом. Я предлагаю слон на 3-6 ходить, чтобы не дать им... А? У нас там золото. А, 3-6 слон? Да, мы придержим эту пешку, как бы. Если он будет менять слона на золото, ну и что? Мы все равно выставим серебро, когда заберет ладьей пешку. Не, плохо. И у нас будет маневр, чтобы убежать королем. Не, кстати, нормально. У нас будет пространство, чтобы убежать королем. Нормально. Нет. Он хочет вернуться обратно. Так, он превратился. Именно для того, чтобы я уверен, чтобы обратно вернуться. Правильно? И напасть. Окей. Мы атакуем голову сейчас пешку. Он нам ставит обратно пешку. Мы на это можем поставить золото. Атакую. Он это золото бьет серебром. Мы бьем конем. Он бьет серебром. Он бьет... Давайте ладьей заберем пешку для начала. Он бьет конем и пока не вижу здесь. Мы сейчас темпом заберем пешку на седьмой линии. И нападем на его золото. Так. Золото к поддержку коню. Бьется конем. Мы бьем конем. Он бьет золотом. Мы бьем... Мы бьем... А если нет? Если сейчас побить слоном... Петя, совет нужен. Как бы ты сделал? Петя, забирай с ладьей серебро. Дайте подумать. Я обидел просто, что серебро ставится. И даже не думал этот вариант. Я вот думаю забрать с серебром. Королем плохо. А если золото, накидываем пешку. Которая у нас есть. Нет, если золото, мы серебро поставим. Я не знаю. По-моему, плохо забирать я бы... Отойдите на 8-2. Нет! Ааа! Куда? На 8-2. Да, там фон бьет. Все. Это проигрыш. На 8-2, я же кричу вам. Петя, надо было говорить, что брать серебро. Не было бы этой ошибки, грубый. Петя, все ждут твои подсказки. А ты так медленно заходишь. И тут ход нужен был сразу. Сразу зашел. Ход, как самурай назвал. Ладно, здесь можно сдаваться. Но на последних секундах... Вольно, наверное? Я предлагаю либо вернуть слона, либо спасти золото. Нет, золото спасать нам даже не надо. Вернуть слона или как-то поддержать эту пешку. Если он забирает пешку, у нас вот здесь начинается вообще месиво. Нам нужно спасти эту пешку. Так если мы выставим ладью, ему придется... Он выставляет золото. ...ходить с неба скинуть какую-то фигуру. Так он фигуру скинет. Да, да. Ну не знаю. Что еще раз? Ладью на 8-2. Я тоже думаю, ладья 8-2... Но ладью 8-2 мы всегда успеем, ребят. Пускай она там сразу и стоит. А потом можно... А вдруг она нам потом пригодится? Да нормально. Где? У нас... Давай решай быстрее. Все, 10 секунд реши. Давай ладью. Ладья 8-2 отличный, нормальный ход. Ну чисто, что сейчас крещу будет какой-нибудь золото. Даже если он выставляет золото около ладьи, мы забираем слоном, забираем золото. А, ну... Я вот думаю, пешку по второй линии просто кинуть. Он ее не может проигнорировать. Я тоже хотел это прикинуть, предложить. На 2-4? Да, да. Ну да. Он закроет эту дырку. Ну он собьет ее, скорее всего, да. Да, и мы выставляем пешку на вторую линию. Еще раз. Чтобы он либо забирает королем, либо забирает золотом. Если золотом, то нам хорошо, наверное. Да, нам хорошо, мы выставляем серебро. Он уходит только сюда, и здесь. Потом что-нибудь придумаем. Ну можно, Валер. Теперь второй нам. Кунжа, я думал, ты имеешь 2 поняток. Я увидел надпись «Тимур покинул партию» и решил зайти сюда. Ну что? А там еще подсказки от Пети остались? Да. Одна осталась, да? Даже 2. Петя, ты еще не выпадаешь партии. Две еще. Две? О-о-о! Петя, давай следующий ход, мне надо будет важен. Петя, давай думай. Да ну, это тоже все. Понятно. Петя, ну ты даешь. Петя, Петя. Петя. Не, побороться, конечно, еще можно, но... Боюсь тут уже. Серебро 4-5. Зачем? Серебро 4-5. Он уходит под пешку, серебро опускается. Все. Куда? А-а-а. Да, да, да. Там зло вернется. Ну да, ладно, согласен. Там же под слоном. Там под слоном. Да, 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 это суме. Там вообще убегать нельзя было. Это суме. Там надо было брать ему золотом. Да, да. Там эту пешку вообще в целом надо было брать в любом случае. Отходим серебром. Да. 3-6. Ну, он возвращается только назад, и слон... Да. Ох. Но подсказка с серебром была хороша. Там бы было жопо. Мне бы было плохо, если бы не... Выставляли все те варианты. Нам повезло, мне кажется, что он просто откатился потом ладьей по восьмой линии. Потому что если бы он летел... Да, там было, наверное, топить. Там было бы жестко, мне кажется. Слон этот стынет. Там просто был... Там было... Ждали подсказку от Пети, а Петя заснул. И... А-а-а. И в итоге... В итоге вот... Мне интересно, вы подсказками пользовались? Да, Роб в тот момент, когда конь прилетел. А-а-а. Серебро отходил на 6. Да, серебро вниз. У нас почему-то не было даже этого варианта. Но... Время закончилось. Да, ну вот, что игроки собрались. Но здесь уже мат. Ну да, безусловно. Я хотел сдаться, но у меня почему... Я нажал на кнопку. Да, давайте в общий чат. Я нажал на кнопку, что зависло, вместо того, чтобы сдаться. Давайте тогда туда в главное переходим. Окей. Поздравляю с победой. Спасибо за игру больше. Спасибо, Ваш Митар. Спасибо, Ваше Митар. Зависла система, поэтому Алексей не мог нажать ни кнопку сдаться, ни куда-то походить. Я нажал на кнопку сдаться, но вместо того, чтобы сдаться, она зависла. А-а. Ну, тут... Слушайте, ну было... Почему пешку не брать в конце? Там, где по второй линии, не взять пешку. Слушайте, а можете... У кого сейчас светится значок магистрский, вот эта вот шляпка? На ком она сейчас висит? Кирилл, у тебя? Алексей, у вас? Не, у меня не светится вроде. У меня вообще ни у кого нет. Ну, Кирилл, кто прочитал обычно. Кирилл, у тебя, наверное? Нет. Шляпка-шляпка. Ну, в самом верху, где плюс один написано, слева шляпка магистра. Так, плюс один. Сейчас я их... Ну, там, где сдаться, калькулятор, поменять цвет. А, ну, есть. Ну, она просто меняется. Шляпка и смена, я так понимаю. Она у тебя... Нет, это... Она у тебя светится беленьким? Нет, она у меня тоже светится. Просто плюс один написано. Так попробуйте просто кто-то из вас менять позицию. Там, скорее всего, она... Ну, я не могу. Ну, кто-то из вас может поменять. Кто-то сможет ходить. Ну, у меня все висит, я вообще ничего не могу сделать. Кирилл, наверное... Походи назад, поменяй позицию. Будет ли она меняться? Сейчас... Обычно у одного из играющих шляпка подсвечена. Так, тихо. Я не могу ни у кого... Вообще ничего не могу подсвечать. Так, может, у всех зависло. Шляпа обычно у того, кто проиграл игру. Но если игрок, который проиграл ее, завис, то ни у кого уже за этим стом не будет шляпки. Надо новость создавать для чего-то другого. Слушайте, давайте отмотаем на 61-й ход. Все, пожалуйста, отмотайте. Нажмите. Тихо, а я не могу. А вот кто-то отмотает. А справа? Ты справа выбери. Да. Да, Тань, спасибо. Нажимают справа, и он не отматывает. У меня, кстати, написало, что... У меня отматывается. У меня 61-й стоит. Вот здесь... Кого отматывается, давайте стрим сделайте просто. Ну, я... Да, 61-й ход. Вот здесь, где земнули ладью, и там дальше уже все было интересно. Объясню, я был там как раз слушал, что происходило. Было много вопросов, то, что много было комбинаций. И попросили помощь топ-игрока, который сейчас засмеялся. Вот, топ-игрок, в общем, ждал до последнего, и потом в итоге Алексей, видимо, ошибся, отошел не туда. Ну, вот я не знаю, давайте попробую я сделать стрим. Давайте так, подключитесь к стриму, я сейчас сделаю стрим, и сейчас покажу, что будет. Ну, хотя бы посмотрим, что могло здесь получиться. У меня двигается, получается. Так, один подключился, Кирилл, вижу. Если получается, подключайтесь. Мне кажется, что это был, ну, такой момент очень важный, очень ключевой момент. Что, если здесь все-таки, потому что здесь совет был забрать это серебро ладьей. Так, Мейбай, это было самое, наверное, хорошее. Ты уже транслируешь, просто я ничего не вижу. Написано Сергея Лысенко live, вот туда нажимаешь. Здесь, да, здесь, наверное, надо было брать. Ну, а чем? Возникал вопрос, потом чем брать. Золотом, но мне кажется, топы можете помогать, но мне кажется, сейчас идет либо серебро, либо пешка. Наверное, серебро. Мы это уже просто обсудили там с Андреем. Так, а сейчас ладья может прилететь, наверное, на нападение на короля и защиту этого золота. Надо это сделать. Ладью на А8-2, да? Ну, она и защищает золото, теперь нам там ничего не грозит. Ну, хорошо, если защититься, например, таким образом. Нам шаха фактически нету. Соответственно, можно выставить, попробовать серебро. Серебро, ну, либо сверху, да, сверху, наверное. Ну, так а тогда же заберется здесь шахом? Так это мат, это мат, да. Мы ладью откатим. Все, и мы серебро потеряем. Да, все, все, согласен. Заберется, заберется, и... Ну, не потеряешь, здесь еще слон защищает. А может, там пешка была платежная? А, еще слон, точно. Да, поэтому я сюда и предложил. Да, да, да. Не так все и просто. Не, так забираются... Но здесь можно поставить... Не, 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 можно перед... Подождите, секундочку, перед боем. Давайте шах поставим. А, ладья сюда. Ну, можно так, да. Да. Да, наверное, это не очень хороший вариант был бы. Ладью выставлять. Давайте посмотрим, что еще. А если королем забрать? Здесь серебром как-то выглядит уже совсем жестко. Потому что золото сюда уйти тоже не вариант. И кони может съесть. Мы же и думали, что если что, то забирать королем. Вот у нас тоже был вроде вариант брать королем. Золото не бравит. Да, мы считали, что у королем брать. Ну, королем пешка в лоб сразу. Мы ее должны забрать. Мы не можем отойти, мы ее просто, наверное, берем. Ну, тогда вообще много вопросов появляется к этой позиции. Ну, да, но ничего не поделает. А почему можно убежать? Мы вверх убежим, и, наверное, опять же ладью никто не отменяет. Но здесь у противника, обрати внимание, сколько уже фигурных. Золото можно сразу атаковать, да, и защищать, и начинать потормать. Не, на 7-2 нельзя там слон заберет. Разменяет, да, слона. Да, мы слоном будем жарить спокойно вообще даже не будем. Куда же здесь-то выставить? Ну, давайте золото выставим. Ну, серебро опять, наверное. Хотя, но тут... Блин, мы по темпу проиграем. Мы не выиграем темп. Нет, я думаю, что здесь вот какой-то такой ход. А почему нет? Вот такой может быть. Вот. Нет, может быть сюда ход. Потому что если забирает, да, золото берет. А так может серебром тогда сбить пешку, которая не дает королю бежать, вместо того, чтобы разменивать ее на золото? Ты сейчас... Какой ход? Вот назад иди забрать пешку. Нет, нет. Выставляется серебро, и серебро отходит назад. С превращением забирая пешку. Без превращения. Без превращения? Ну да, с нападением на коня и защиту. А, и чтобы вот это поле держать. А, да. Ну то есть оно вернуться еще успеет. Где ж то время партии было? Так это ж я сейчас за противников. Спасибо, Петя, спасибо. Я вот знал, что у тебя есть потенциал. Не знал, что он настолько глубокий, да? Ну, хочется серебро забрать, но пока его ладят держит. В те моменты спрашивали. Когда было просто, да, вот короля... Нет, ты же как солдат, он всегда готов, ну. В какую сторону вести короля бы спросили, да? Вот эти ходы, Петя, ты ожидал. Там первый ход, где дебют, да. Все хорошо. Ну вот да, там какую пешку толкнуть вначале? Так, пешка... А то они там спорили от слонания. Ушел, забрали ладья. Защитивая серебро. Здесь возможно не ладью даже выставить, а что-то подумать. Нет, ладья мне кажется хорошо. Не, ладья надо бы защитить генералу с руки. Да, серебро действительно вот эту пешку забирает неприятно. Хорошо, а если сейчас вот так походить? Да, вот так, да, да. И на ладью нападаем, и пешку защищаем, и королю как бы. Тогда мы, наверное, заберем ладью, золото, золото подвинется, и ладью превратимся с нападением на серебро, и останемся еще как-то на этом. Нет? А это мат можно получить. Там можно начинать шах делать от короля. А, золото, серебро, да. Золото. А если пожертвовать ладьей, забрать... А если есть то, чтобы продвинуться в серебро, превратиться в ладью с нападением? И что, я сюда... Так, Леш, хотел? Ну, да. И просто, чтобы... И, наверное, даже... А, да-да-да, там мат просто ладья идет на 8-7, и все, и фиаско. Не, так, наверное, ты забрать хотел, нет? Нет, такая ладья на 8-7, и все, и до свидания. А, отсюда. Угу. Отсюда, да. И все. Не, так тут можно не забирать даже золото, а превратить просто ладью на 8-1. На 8-1 вниз? Ну, да. А почему не вверх? Ну, он на золото запал. Зачем вверх. А, а так на серебро. А, ну и там серебро, да. Хорошо, а вот это вот не угроза цена? Так мы, наверное, быстрее... Тоже толкаем пешку? А, нет-нет-нет. Так мы, наверное... Сейчас официально гирю выгнул. Да. Официально гирю выгнул. Да, все, я теперь могу ходить. Так, а в ответ толкаем пешку? Какую? Вот эту? Здесь пешку? Да, по краюшку. Ну, просто у него как бы и толком фигур нет. Да, не хватает как-то фигурально... Так, а если он заберет? Так серебро сейчас можно забрать. Если он заберет серебро... Ну, забираем слоном. Ну, и, например, так. А почему слоном нельзя серебро снизу забрать? Назад, вот, до забора серебра? А там ладья заберет же. Там ладья золото заберет. А, все. Ладья черный заберет и король потом... Да-да-да, я забыл про него. Так, а здесь... Похоже на Хиси, потому что и сюда летит золото, и сюда летит золото, смотри. На 8-8 пешку. 8-8 пешку. Так а в пешку занимаешь? Сюда пешку, Влад? Сюда, ниже, ниже, ниже на поле. Нет, так все правильно, сюда. Ниже на одно поле и что? 8-8. И это спасет нас? Временно, да. Сюда? Да. Ну, взяли. Вниз, вниз идем. Ну, и пешка ставится на 8-7. Золото на 7-9. Вот, где ходы были спрятаны. Вот, где Влад. Ждал Влад своего шанса, но справились. Так вот, как раз, там ровно 4 хода. Это что делать после выставления, сбития серебра? У Алексея, кстати, там были 4, по-моему, или тихо он успел взять. Вы только один. То есть в эндшпиле у вас было больше. Ну, опять же, вот один из тех ходов, что Алексею... Я думаю, что здесь можно серебро сбить слоном. И потом накинуть его на золото. Так там конь еще. Не успеем? Вопрос. Забрали. Наверное, серебро... Нет, наверное, раньше серебро под коня. Спасибо. Нет, после взятия серебра, взятие ладьё и выставить серебро под коня. Чуть-чуть дальше. И вот... Не, не брать пешку, а может серебро под коня. Вот сюда? Да, да. Ну, давай. Мне кажется, это... Подождите, так там же нету мата. Забираем просто золото. Вот, с петель согласен абсолютно. Но вот это, знаете, как... Замыливается глаз. И смотришь все время в одну точку, а здесь, видите, уже... Нет, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Там убежит, значит, золото. Грозит сюда мат. Слон. Ну, то есть, если здесь что-то медленно делать... это будет вода уходит и здесь это более а нечем закрываться между прочим да такой может быть здесь значит видите какой влад у вас топ игрок насчет это пешка что ты что-то решает что-то она решает если ее избить часто забирает если я сбить сейчас эту пешку он просто даю сейчас забирай сколько таких партий воду проигрывал составление пешки поставить случайно теперь вода такая здесь по-моему за белых ничего ничего не вижу я так ну давайте отмотаем это мы просмотрели тот ключевый момент где просто отдали фигуру и надея Владимирович ушел сказал здесь все понятно вот петя терпеливо ждал у него контракт ну короче здесь наверное все таки взятие золото мы поняли что плохо сюда мы поняли что что мы здесь а мы ладью выставляли да здесь может попробовать слона откреститься как-нибудь да возможно у нас тут только серебро пойдет в лобки накидывать просто наверно сверху было лучше нет куда сверху разве это не мать серебро сюда сверху серебро в лобки не так он тогда да он там будет два золота два золота на руке так а здесь же проскакивать а точно плану лангий ха 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 3 данный так ну надо здесь забирает на иначе как там проскакивает очень хочется сейчас попробовать этого пешку забрать сразу около коня что вокруг убежать а то там только одно не пар не много полей Ну слон хорошо работает еще, да? И ладья грозит на 8-2. Вот сюда серебро, да? Да. Ну, здесь уже как-то пассивно за черных. Пошел король, а его здесь непонятно как... Не, здесь, наверное, плохо. Ладья была лучше. Согласен, Кирилл, или нет? Там. Мы сейчас можем сначала ладью вкинуть. Он там защитится золотом, а потом уже защитится. Ну, в общем, вот этот ход, он, наверное, был здесь поинтереснее. По крайней мере, куча вариантов. И здесь могли быть качели в ту и в ту сторону. Было бы острее. Так, а до этого там были какие-то моменты спорные, интересные? Или так особо ничего и не было? У нас просто по вариантам с этим слоном, конечно, было. Вот этот вот на 6-3, да? Не, не, этот был хорошо шел, он даже думать о нем было нечего. То есть, наоборот, было ожидание того, что серебро уходит, и туда этот слон влетает, начинает все защищать просто. Вот этот неожиданный, конечно, слон. Просто, когда вы отошли сюда слоном, ну, я думал, что будет атака совсем простая. Потому что здесь вы вынуждены выставлять генерала. Если пешка, то идет вилка. Ну, так вот, вместо этого надо было сначала пешку по седьмой толкнуть. А почему, Петь? Ну и так же нормально получается. Нет, так он так генерал выставлял. Генерала мы выставлять планировали в любом случае, не давать ему на третий выходить. То есть, даже еще до слона все равно бы... Петь, а почему ты здесь не посоветовал забрать силу? Мне кажется, это очевидный ход здесь просто. Ну вот, мне не понравился. Я подсказывать не мог, но... Просто, когда тебя спрашивали, было ощущение, что ты такой, типа, а, что? А, так. Я не считал этот вариант вообще. А ты должен что пешку выставить? Надо понимать, что тут есть определенный спецификат, глобально своя, то есть. И здесь, когда играют массово все, ты уже, получается, ни за кого не отвечаешь самостоятельно. То есть, как бы, ты можешь посоветовать, можешь не посоветовать. И ты вроде как играешь, а ты не играешь. И, на самом деле, если вначале, когда мы были с Тимуром, и у меня была концентрация гораздо больше, чем в конце. Потому что вначале я ощущал за каждый свой ход свою ответственность. О том, что вот я сюда хожу, этого решения, я его, то есть, принимаю, исходя из этих параметров. А в конце и времени осталось. И, получается, здесь, типа, Петя, как ты думаешь, ну, я не знаю, так-так-так. И тут вопрос не в Пете, то есть, не в его решении, а вопрос во мне и в общей концентрации. Когда люди тебе никто не советуют, ты полностью зависишь от себя, и ты думаешь, что... А какая-то, что у вас было преимущество в полпартии, потому что у Кирилла постоянно советовали, ему приходилось разрываться. И да, и после этого ты начинаешь думать, блеха, а так делать, а так делать, ты уже пришел... И, допустим, я пошел вниз, даже вообще не думая, на какую шлеточку. Там был или бис, или вниз. Вниз, ну, хорошо, до упора. И потом, блеха, да я ж понял, ну, куда я встал-то на диагональ-то. Так, Алексей, если еще раз скажете это слово, то я не смогу при выкладывании видео в YouTube указать для детей. Там сейчас обязательно это указывается. Ну, я же не знал, что вы хотите далеко из лучших план. Ну, да, да, ну, вы просто видите, Кирилл был к этому приближен с самых первых ходов, когда еще мужик был размерен, и он уже понимал, кто как и что советует. Андрей к вам подключился ближе уже к Байоме, и тут уже, да, могла потеряться нить, и непонятно... Потому что это определенная специфика, к которой надо привыкнуть, и здесь никто не виноват, ни Петя, ни Андрея, которые советовали мне, исходя из его влуждения. Ну, я остаюсь. Позвольте мне остаться при своем мнении, Петя. Ну, потому что, не, на самом деле, когда смотришь с той и с той стороны, конечно, мне было очень интересно, потому что те варианты, которые рассматривались ребята за черных и за белых, иногда были то, что не один, раз когда один вариант перемещаешь в другой, они его, ну, вообще не видят, рассматривают совсем другой. То есть, особенно интересно, когда, знаете, боится того, чего нету. Ну, то есть, это довольно интересный формат. Скажите мне по фидбэку, как вам понравился такой формат? Интересно было? Кирилл? Ну, ну, хорошо играть, особенно, когда я как играл с Лешей, с которыми я хорошо сыграл довольно-таки, и я сразу говорю, мы будем играть что-то типа, как у Гавари, и вот все, что оттуда выползет, как бы, за счет этого в дебюте нету каких-то, возможно, пробелов, потому что каждый чуть-чуть что-то закрывает. Поэтому оно интересно довольно-таки. Сильнее партия выходит за счет того, что каждый подсказывает, ходов больше становятся. Дебютные ходы, он все точно говорит, что тут вот точно так играть. Там был один такой ход, где Леша говорит, надо было поднимать серебро, и если там не поднимать серебро, идти все-таки вот так, и по вторым... Кстати, можно я покажу этот ход? Ну, я понял твой мысль, что каждый вносит свою ренту. Вообще, мне показалось, что у вас Леша был таким просто знатоком теории, потому что, ну, ты что, не помнишь, как это объясняли? Да это же все легко. Это было все очень забавно. Сейчас к тому моменту, где у вас, как мне показалось, были глаза, у страха глаза велики. Так, еще ниже, где размен ладейной пешки грозил. Вот здесь, вот этот ход. На самом деле, же ничего страшного не было. Давайте смотреть. Пешка, пешка, забирает ладья. Потом Леша сказал, что пешка в лоб, и ее нельзя игнорировать. Во-первых, уже спорный момент, что ее нельзя игнорировать. Ну, допустим. Ну, форма разрушается, не хочется очень. Хорошо. Забрали, и Леша говорит, сейчас слон грозит сюда. И это страшно, потому что вилка на ладью и на серебро. Но сейчас же ваш ход, ребят. Сейчас же ваш ход. Ну, закрылись, и какой слон куда грозит. Так можно в ответ слона вкинуть, зачем? В ответ слона там тоже все разрушаться начинает. Вот, вот, вы ставите слона. И это вы начинаете эту атаку, о которой Леша говорил. Да. То есть, если... А нельзя слоном, да, закрыться просто? Ну, забирается, бьется там. А, все. И у него слон превращается. А у вас нет. Здесь вообще уже печально. Да. Возможно. Поэтому знаток теории... Нас понравилось. Я так не пошел в осмысление этого. Но обрадовался о том, что у нас был на руках размененная пешка. То есть, мы могли дальше... То есть, а у соперника мы не дали ее разменять. Нет, это однозначно. То, что на руках пешка, это потом и сыграло роль. Потому что мы могли выставлять эту фигуру и боялся. Ну, вот здесь, то есть, вот такой момент. Дальше что там у нас было по партии? Вроде ничего такого. Так, так, серебро. Пешка, пешка, пешка. Съели. Пешка в лоб. Здесь Кирилл, я слышал, хотел здесь взять. Я думал, но мне не понравился слон какой-то. Не-не-нет, здесь он еще не отходит. Еще слон не выставляется. Не-не-нет, слон выставится позже. Сейчас. Сейчас выставляется пешка, отгоняя ладью. А зачем ее отгонять? Можно сразу пешку, ну да. А зачем тратить пешку, затыкать путь к коню? Ну, мне бы показалось, что... И зачем тратить пешку? Нет, сразу слон. Не-не-нет, скорее, что король побежит. Там потеря темпа идет, то есть, нет смысла. Нет, пешку вообще не имеет. То есть, ты боялся, я просто Кирилл боялся сюда выставить? Да, либо этот, либо чуть выше. Мне не нравился, слон начинает возвращаться, превращается. И тут какая-то... А нашего слона вообще некуда кинуть. И большой перевес какой-то начинает. Повезливо, я бы на самом деле именно так и сделал. Я бы не уставлял пешку, а кинул бы сразу слона. Ну, в любом случае, туда слон летел, и мне это очень не нравилось. Поэтому я отказался от взятия этой пешки по третьей. Пошел король. Так, так... Вот этот ход? Нет, сейчас королем плохой ход. Вот этот ход, это помощь Куру была. Ну так просто, я помню. Так, королем плохой ход, да? Потому что вот это поле провисает сразу, да? Да, сразу не думали, надо было туда кидать. Ну, вначале подумали. Потом кинули. Сюда. Серебро. Так, так. Слон в ответ. Серебро выкинули. Конь пошел. Ну, здесь вы, мне кажется, сделали правильно, чтобы в этот момент взяли помощь. Да, да. Влад еще, мы подумали, уснул тоже. Он микрофон не включил. И такой, 10 секунд остается. А, я микрофон не включил, все нормально. Серебром ходим вниз просто и все. Влад Ролтона заварил, там, и чтоб не сервать, наверное. Не, я думаю, я говорю. Ну, я вполне шучу, Влад. Я шучу. Потому что, да, здесь Серебром это был такой момент. Так, так. Ну и дальше к этому мы уже пришли. Да. Дальше в узел. Ну, такая, видите, эти ебишники, эти острые партии всегда очень веселые. Ну, я специально выбирал именно этот дебют. То есть, можно было сыграть что-то и четвертую, и третью. Но этот более всегда острый, он всегда за ним интереснее наблюдать. И партия там обычно до 100 ходов в целом заканчивается. Да, да, верно, верно. То есть, оно и не тянется в формат. Потому что, как ты видишь, мы все равно дошли до Байоми оба. И еще там пару ходов на нем сыграли. Поэтому... Андрей, Андрей, с нами нет? Нет. Нет. Просто Андрей в последние два раза, ну или там, до этого разбирали как раз очень похожие партии. В этом формате. То есть, там немножко, ну, вариации были уже, там, наверное, ход до 30-го плюс-минус такое, а там дальше по-другому было. Здесь же на дискорде партии профи, которые, да? Я не понимал, как идет или зачем, ну, куда ставишь, кто защищает. Ну, или нападать. Ну что, ребят, всех был рад слышать. Всем огромное спасибо. Мне показался формат интересный. Попробуем все еще и пятницу. Еще раз. Алексей, как вам большего, вы уже так сказали, если вкратце? Или своя специфика? Это, безусловно, симпатичный формат, которому просто надо немножко приноровиться, чтобы понимать, как игра. Это как индивидуальная викторина и командная. То есть, это примерно такая же ситуация, как там, рингом, либо что-то никогда. Ты играешь в игре либо в команде, надо понимать команду. Вот, наверное, только такие разницы. А в целом это очень просто. Возможно, еще есть смысл кого-то тоже звать как команду сразу, чтобы там два или три человека уже изначально сидело, потому что я вот ехал домой, и я такой, о, почему бы не взять Лешу? Я знал, что я уже буду играть что-то быстрое. Мы с Лешей много партий наиграем, соответственно, он может рассказать. Игроков изначально два на два, два на три. Кирилл, хотел тебе сказать спасибо, что пригласил ребят, что оживили очень сильно в итоге этот стрим, потому что так действительно и тебе комфортнее было. Ну, не то, чтобы всем это понравилось, идея, но тем не менее интересная. Так, Влад, что ты скажешь? Или ты хотел, чтобы все пять вариантов твоих услышали? Не, наоборот, так интереснее гораздо. Потому что, во-первых, когда смотришь, как ребята играют, делают хороший ход, ты за них так радуешься приятно. Когда делают плохой, чуть за голову не хватаешься. Когда сложная позиция, чуть не молишься, что попросили о помощи. Это да, это здорово, потому что ты же сам не можешь попросить сейчас о помощи. Вы не то обсуждаете. Дайте мне шанс сказать. Возможно, есть еще смысл давать, вот как Владу, например, или Пете, какой-то один ход, который вот он, команда уходит действительно в сторону, хочет выбрать очень плохой вариант, он такой врывается, говорит, я использую право клуба, и говорю, что здесь все фигня, надо делать вот так. Я все точно для детей не ставлю. Взялаем по-моему, да? Нет, кстати, интересный ход, да-да-да. И за счет этого получается в какой-то напряженный момент команда не просто проиграет, вот, например, хоп, и сразу крах, а он врывается и спасает ситуацию. Но здесь, видите, такая палочка о двух концах. Потому что, с другой стороны, вот то, что и Влад сказал, есть такой момент, когда ты не можешь мешаться и думаешь, вот сейчас, а команда не понимает, что именно сейчас ключевой ход. То есть, вот такое тоже. Надо подумать. Интересное предложение. Спасибо, Кирилл. Петя, что ты скажешь? Да, я вот полностью солдарен с Владом, да, что... Такие же были эмоции? Думаешь, да, да. Сидишь и думаешь, вообще не то обсуждать, вообще, главную сторону. Особенно, как там Тимур и Алексей спорили, как располагается доска, минуты три просто. Ну, видите, к сожалению, да. Да, в итоге, вот этот ход, который Алексей сделал, он во многом был из-за недостатка времени, потому что было в двух секундах. Ну, мы минут пять потратили, просто обсуждай, какая клеточка, какая значит. Ну, потому что не было значения, что понимали. Алексей уже ушел. Таня, спасибо, рад был тебя слышать, что к нам сегодня подключилась. Очень приятно. Взаимно. Ну что, всем большое спасибо, до новых встреч на Сёге-площадках и скоро... Огромный опыт, благодарю всех, господи. Да, до встречи всем. Да, всем пока. 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 Пока всем.